Привет! Сегодня расскажу про лампу, которую планировала сделать еще, наверное, года три назад, но все как-то откладывала и откладывала, но так откладывать-то можно до бесконечности. В период, когда вся моя лента на Пинтересте была заполнена исключительно лесными проектами, я увидела вот эту люстру. Она же просто идеальна для волшебного домика в лесу. Но эту картинку я нашла целенаправленно, повторно, только сейчас, при монтаже, чтобы подсознательно не копировать ее, чтобы не освежать в памяти ее вид, а сделать люстру по-своему и потом уже посмотреть на то, что я видела когда-то года три назад. То есть у меня в памяти был образ, самые яркие его черты, которые я запомнила для себя, и я старалась воплотить его уже по-своему. За основу я взяла вот такую проволоку для творчества. Мне понравилось, что она скрученная, и по моей логике из нее будет лучше держаться масса, которую буду налеплять. Я сделала петлю, за которую в дальнейшем будет держаться люстра, а затем стала добавлять каркасы для веток. Я сделала два сгиба проволоки, которые стали в дальнейшем четырьмя ветками. У петли временно перетянула две проволоки изолентой. Проволоки в основе я перекрутила, а дальше надо было разобраться с ветками. Я добавила еще одну пятую проволоку, а так как конкретно этот материал очень мягкий, и вся моя конструкция разъезжалась, когда я ее клала на стол, на помощь пришла настольная лампа. Теперь, что касается проводов. Я использую ШВВП и вот такие патроны. Чтобы лампу можно было включать и выключать, а я планировала вешать ее в беседке на даче, я взяла еще вот такой провод с выключателем. Если светильник планируется небольшой, то все очень просто. Вот эти два провода вставляются в патрон парой движений. Но ШВВП так просто не вставить, потому что провода внутри многожильные, и их нужно залудить. Снимать изоляцию с проводов можно двумя способами, либо специальным инструментом, либо сдергивать бокорезами. Но так как я в этом деле человек начинающий, я предпочитаю медленно, но очень аккуратно снимать изоляцию, надавливая на нее ножом, а потом снимая пальцами. Скручиваю проводочки и проделываю то же самое и на других пяти отрезках проводов. Покрываю провода припоем, и мне так нравится этот процесс, но мне кажется, у меня пока так плохо получается, поэтому не мне вас этому учить. Я сама перед этим пересмотрела уйму видосов, плюс муж с работой по ватсапу помогал. Дальше патроны. Раскрываю его, и там внутри есть отверстия с двух сторон, в которые надо вставить провода. И вот в патроне три отверстия с каждой стороны. Я человек, очень мало чего знающий в этом деле. И мне важно четко понимать, в какое именно отверстие нужно вставлять в провод. Можно в любое, или нужно то, которое ближе к центру, или в любое из этих двух, или в любое из этих трех. Может, я разучилась искать информацию, конечно, но почему ни в одном видео, которое я пересмотрела, как вставить провод в патрон, не сказано и не показано, в какое из этих отверстий вставлять. Возможно, во мне это еще играет профдеформация, потому что я сама снимаю видео и показываю людям процесс работы. Но почему вы, показывая, как вставляется провод в патрон, не показываете этого? В общем, вставляем провод в патрон. Сначала важно не забыть надеть крышку на провод. И я делаю это через боковое отверстие. У патрона есть пластинка, которая торчит в центре, а есть та, которая сбоку. И вот важно, чтобы одинаковые цвета проводов были с одними и теми же пластинками. То есть я, например, коричневый провод в каждом патроне подключала к центральной пластине. Просто вставляю и все, они держатся. Захлопываю колпачок и готово. Так делаю со всеми патронами. Я делала все провода разного размера, примерно по длине веток. И мне нужно было их все соединить между собой еще одним проводом. Коричневые будут соединяться с коричневыми, а синие с синими. Для удобства работы я перетянула все провода изолентой. И так как это будет уже соединение проводов, мне потребуется термоусадка, которая потом это соединение будет защищать. Надеваю ее на провод и скручиваю между собой все синие проводки. Я старалась хорошо разогреть паяльником провода, и тогда припой прям-таки впитывается в эту связку. Я вроде старательно чистила паяльник, но откуда эта грязь, понять не могла. Буду учиться делать лучше. Когда я покрыла все припоем сверху, перевернула провод и покрыла припоем в тех местах, куда он еще не затек. Каждый провод закрываю термоусадкой и нагреваю ее зажигалкой, чтобы она стала вплотную прилегать к проводам. Поверх всего этого я надену еще одну термоусадку, но сначала я хотела убедиться в том, все ли правильно и хорошо я спаяла. Ток должен идти вот от этого провода к каждому патрону. И проверить это до подключения к электричеству можно вот таким устройством. Если соединить два конца, издается вот такой звук, который означает, что они в коротком замыкании, то есть цепь замкнута. Соответственно, такой звук должен быть каждый раз, когда я касаюсь коричневых проводов на двух концах одновременно и синих одновременно. И такого звука не должно быть, когда я касаюсь проводов разных цветов в разных концах, потому что оголенные провода разных цветов не должны пересекаться, не должны касаться друг друга. Так я все пропикала, все было в порядке, поэтому я сделала изоляцию и можно приступать к декору. Все патроны я крепила к завиткам проволоки и дополняла это малярным скотчем временным. Уверенности в том, что у меня из этого что-то получится, пока у меня не было никакой. Изначально я думала обклеивать каркас в технике по пьемаши, и на ютубе искала рецепт клейстера, думая, что это лучше, чем ПВА. А наткнулась вот на это видео, где мужчина смешивает клей титан с крахмалом, и у него получается хорошо затвердевающая масса. Я, как с детства любитель смешивать клей ПВА совсем сыпучим, будь то песок, или мука, или бисер, не могла пройти мимо такого рецепта и решила это попробовать. В этой массе меня привлекло еще и то, что этот клей водостойкий и выдерживает температуру якобы до минус 40. А я же думала в беседке лампу размещать потом. Так что взяла этот клей. При работе с ним, особенно в таком формате, нужно обязательно использовать перчатки и респиратор. В видео, где я взяла этот рецепт, а ссылку на него я оставлю в описании, в том видео не было точных пропорций и масса смешивалась на глаз. Первое время у меня получался неидеальный вариант, но со временем я поняла принцип и чуть позже еще остановлюсь на этом моменте. Я облюбляла массой проволоку и давала ей застыть, после чего бралась за другой кусок. Я сначала не добавляла растительное масло, которое было в том рецепте, потому что меня несколько смутил этот момент. Но буквально на следующий день я листала рекомендации YouTube, именно рекомендации, а не подписки, так бы я вам нашла это видео. Я увидела обложку азиатского видоса, потому что там были иероглифы, где на обложке было что-то в упаковке, я решила на тот момент, что это крахмал, там был клей и там было детское масло. И вот его-то я как раз-таки и решила взять. Я даже не смотрела то видео, я сразу поняла, что это мой вариант, и купила детское масло. Оно все-таки куда приятнее растительного, но если у вас его нету, то это дополнительные траты. С перчаток легко отходит застывшая масса, поэтому я все время работала в одних и тех же. И этого детского масла я добавила самую капельку. Буквально вылила немного на ладонь, и с ним действительно лучше работать. Масса перестает прилипать к рукам, и становится такой поприятнее, что ли. Хотя потом я научилась делать ее консистенцию такой, чтобы она и без масла уже не прилипала к рукам. Но я все равно добавляла его капельку. Чтобы масса получилась нужной консистенции, прям очень удобной для работы, надо быть все время очень внимательным к капле клея в крахмале. Наливаю ее, и потом перекрываю крахмалом везде. Добавляю еще клей, и вновь полностью присыпаю крахмалом, и так далее. И очень важно все время чувствовать внутри границы клея. Можно сделать сразу большую каплю ее обсыпать, можно, как я, по чуть-чуть. Иными словами, это не просто как тесто вымешивается, когда вы сразу все ингредиенты кладете в миску, и начинаете это все перемешивать. Нет, здесь нужно именно облеплять все время клей крахмалом. Потом вы этот клей в крахмале сможете даже поднять, но если он еще очень вязкий, то просто продолжайте обваливать его в крахмале и мять. То есть эту каплю надо не разбивать, вминая в крахмал, а все время вот чувствовать ее. Кстати, когда я смотрела первый раз видео, откуда взяла рецепт, я не придала никакого значения тому, как мужчина работает с этой массой. Ну, смешивает там что-то руками, и хорошо, тоже попробую. А когда я уже сама дошла до того, что нужно вот этот вот пузырь обваливать, и потом пересмотрела видос, я обратила внимание, что мужчина так и делает, но не сразу продаешь этому значение. Таким образом можно получить массу, похожую на жвачку для рук, мягкий пластилин. И вот смотрите, видите, такой вот волосок клея между перчаткой и массой. Вот от этого как раз-таки и помогает масло. Наношу опять же немного на одну ладонь, распределяю между двумя это количество, и продолжаю месить комок. Я не оставляю эту смесь на 5 минут в пакете, как автор рецепта, я сразу приступаю к работе, и стараюсь использовать всю массу как можно быстрее, потому что она довольно быстро начинает покрываться корочкой. По этой же причине я не особо выставляла красивые ракурсы, потому что времени на это, считай, не было. Я подвесила всю конструкцию за штатив и укрепила ветки в нужных позициях, чтобы дополнительно промазать места их соединения с основой. Так в дальнейшем они будут лучше держать форму. И делала я это, естественно, до замешивания массы. И на примере этой ветки виден мой принцип работы. Сначала я делала сами ветки, а потом, когда они высохли и держали свою форму, я стала облюблять их у основания в нужной позиции, чтобы теперь уже они держали позицию. А те ветки, которые были уже закреплены, я дополнительно укрепляла. На следующий день сохнет эта масса минимум сутки, в зависимости от толщины слоя, так что может и больше сохнуть, я перешла к отделке. Я сначала взяла для этого обычную шпатлевку, но потом увидела суперлегкую. Она дороже, но вот такая упаковка весит 200 граммов, а вот эта 900. С обычной шпатлевкой я работать еще не пробовала, но вот эта суперлегкая оказалась очень приятная. Ее надо сначала перемешать, это удобно делать рукой в перчатке, и ее несложно наносить и распределять. Она по ощущениям такая, знаете, как нежный творог, и размазывать ее довольно приятно. Когда все равномерно распределю, процарапываю фактуру дерева. С этой массой очень удобно еще и то, что можно работать частями, а потом стыков будет незаметно, потому что линии коры дерева можно просто продолжать вести. Все равномерно распредели. То есть, по-другому, можно аккуратно перемешать. С tales трассной животья éлочная, как она использует муж по желанию, официанта с тарелками на ногах и руках, если убрать верхнюю ветку, а я теперь не могу разведить аналог люмьера. Комочки, которые остались на поверхности от процарапывания, я сняла только когда все высохло. Можно просто потереть рукой и они начнут отваливаться. Наконец перехожу к покраске. Я заклеила все патроны малярным скотчем. Изначально взяла их белые, чтобы это была имитация свечей. Первый слой краски будет черный. Для этого беру баллончик, потому что так краска проникнет во все щели, а мне именно это и нужно было. Когда он высох, возвращаюсь в комнату и берусь за акрил. У меня краски как матовой, так и с перламутром, чтобы добавить немного волшебности. И я буду идти от темных цветов к светлым в некоторых местах. Я намешивала много цветов, в том числе потом и коричневый с темно-зеленым, и с черным, чтобы получить много тех самых идеальных оттенков. Больше нюансов краской я решила сделать уже после крепления зелени. У меня это вот такая трехметровая смикка из икеи. На сайте, правда, написано, что она выходит из ассортимента, а жаль, потому что это первый раз, когда мне понравилась искусственная зелень, не считая еловых украшений. Я планировала отрезать веточки и приклеивать их на горячий клей вокруг патронов. Приклеивала не только за веточки, но и за листики к самому патрону, а нарезала гирлянду я на ветки разного размера, побольше и поменьше, чтобы маленькими заполнять пробелы и перекрывать капли клея. А вставлять лампочки я буду от Гаусс. Мы снимали с ними два видео про декор больших ламп, я оставлю ссылку в описании на них. А сегодня я вам покажу филаментные лампы, которыми можно управлять с телефона, регулировать их яркость и температуру, включать разные режимы. В комплекте с каждой лампой идет подробная инструкция по подключению и чуть позже мы еще посмотрим на их возможности. Только я сначала взяла не те патроны и их пришлось поменять. Зато Е14 как раз узенькие и их позицию можно было регулировать, потому что сначала я так скрепила ветки, что заранее вклеенные патроны были немного наклонены в разные стороны и это бы не смотрелось совсем. А вокруг остались бабушки, похожие на наросты на дереве и за них было очень удобно крепить ветки. Процесс весьма увлекательный, но единственной сложностью было то, что ветки плавятся от горячего клея, поэтому их все время надо было держать до его застывания, даже если сначала они ложатся на основу и лежат сами. А вот лампы, которые я буду использовать, почти не нагреваются, даже после нескольких часов работы их спокойно можно брать руками, так что декор не поплавится. Там, где я сделала рогатину, я думала сделать побольше зелени, но просто приклеивать гирлянду было не интересно, так как все ветки на ней в одном направлении раздут. И поэтому я приклеила просто ветку от гирлянды, а уже на нее стала крепить зелень. С этой лампой я особенно, люстрой точнее, я особенно порадовалась тому, что мой стол стоит так, что его можно обойти. Я рассказывала о своем рабочем месте в одном из своих видео, я оставлю ссылку на него тоже в описании. Вот, потому что я в любой момент могла его обойти и работать с другой стороны лампы, а вокруг нее я набегалась, поверьте, много, что во время покраски, что с этой зеленью. Эти зеленые пучки очень напоминали мне амелу, которая была особо почитаема кельтскими друидами. Это придавало дереву волшебности, а раз уж я заговорила о волшебности, не смогла удержаться и от того, чтобы не добавить волшебные золотинки. Я в некоторых местах покрыла кору золотой краской сухой кистью, словно это кора золотая внутри и при растрескивании становится видно ее внутренний волшебный слой. И еще один атрибут волшебного лесного, о котором мои зрители прекрасно знают, это мох. Я добавила его полосками в некоторые щели, с которыми перестаралась при имитацией разрывов коры дерева. И, наконец, можно припаять провод с вилкой. Здесь действую точно так же, как работала в начале. Моей радости не было предела Это один из тех проектов, над которым ты работаешь Но до самого конца 100% нет уверенности в том, что картинка сложится, что она заработает И это такие приятные, волшебные и очень сильные эмоции, когда видишь, что все работает Я не помню, с чем последний раз я подобное испытывала Это очень здорово Подключаю лампы к приложению В инструкции очень удобно сделано Здесь есть QR-код для скачения приложения И можно сразу на него выйти Также здесь описаны все нюансы подключения Очень подробно и понятно И даже если вдруг у вас не получилось с первого раза подключить Здесь написано, что делать, какие могут быть на это причины И так далее Сейчас еще немножечко стемнеет Я тут сделала небольшую перестановку И постараюсь по максимуму показать вам все возможности этих ламп Я вчера вечером с ними наигралась, потому что это очень круто До этого момента я то ли скептически, то ли равнодушно как-то относилась к умным лампам именно Но сейчас я очень изменила свое мнение об этом И так, сейчас мы будем с вами подключать эти лампы Не обращайте внимания на то, что она криво висит В частности, вот эта сторона особо поехала Но она висит на импровизированной конструкции Очень-очень-очень хлюпкой Хотя бы так висит для красивой картинки И так, добавляем осветительное устройство И будем подключать сразу все лампы Для этого используем умное сопряжение Первым делом нам нужно их выключить А потом включить И нажать начать Идет поиск ламп Оп-оп, те, которые подключились, смотрите, они начинают загораться желтым И вот у меня 4 лампы И вот у меня 5 ламп Они все загорались желтым Это значит, что они все подключены Как только появились все наши 5 ламп Нажимаем закончить Теперь мы можем регулировать освещение Каждой лампы Смотрите, сейчас я сделала вот эту холодную Остальные желтые Я, правда, боюсь, что на камере это не так видно Но давайте я попробую прям полностью контраст сделать Все лампы холодные Все лампы теплого света А вот эта вот одна холодная Можно уменьшать их яркость А можно вместо того, чтобы менять настройки каждой лампы Лампы группировать Это делается точно так же, как в приложении на айфоне На андроиде, как это делается, если честно, не знаю Вполне вероятно, что так же Мы зажимаем одну лампу, наводим ее на другую Отпускаем И они соединяются у нас в группы Давайте сделаем группу из трех ламп Вот так Теперь мы можем сделать очень яркой нашу группу И сразу три лампочки стали светить ярко А еще очень крутая функция, которая здесь есть Это режимы Я сейчас разделила все лампочки Я очень долго, если честно, не могла здесь найти режимы Потому что в приложении есть кнопка включить Кнопка выключить Одним нажатием они все плавно-плавно выключаются Можно включить А есть посередине кнопка с месяцем У нас на пультах основного освещения в комнате Есть отдельная кнопка с месяцем И для меня это как отдельная кнопка Точно так же, как включить или выключить На самом деле под этой кнопкой Крячутся режимы И можно включить ночник Мне, естественно, очень нравится режим свечи На этом режиме Лампочки едва заметно мерцают И это заметно не столько, когда на них долго смотришь Потому что они все-таки яркие Не надо на них смотреть Но когда смотришь на тень Заметно такое вот плавное мерцание Как от свечи И это очень здорово Мне очень нравится Еще из интересных режимов, которые мне лично понравились Естественно, они все теплых цветов Хотя из хороших здесь есть кино Приятный свет, чтобы смотреть кино На камере он, правда, не таким отображается Но, тем не менее Очень прикольный режим Называется Steam Bank Периодически на этом режиме Некоторые лампочки мигают И можно сделать так, чтобы это было медленно Ползунок к черепашке Можно ускорить этот процесс, чтобы Лучше это было видно Сейчас посмотрим, как вам на камере это видно О, видели? Оп-оп Это очень здорово И это еще у меня лампы Которые могут быть теплыми или холодными А у производителя есть также разноцветные лампы Это так забавно А у Gauss есть еще разноцветные лампы Которые могут менять цвет на абсолютно любой И представляете, если у вас в светильнике есть несколько ламп Они могут светиться, как для дискотеки, разными цветами Там есть очень много режимов Ой Я случайно нажала ночник Хотя не хотела Там есть много разных режимов Например, режим камин Тогда лампы не просто мерцают Чуть-чуть, как свечи А они прям тепло-желто-красно-рыжим становятся И мерцают Это должно очень круто выглядеть С такими лампами у себя дома Можно устраивать настоящую светому звуку И плюс еще записывать разные сцены и ритмы Когда задавать параметры для каждой лампочки Чтобы они в определенный момент становились определенного цвета То можно дома такие спектакли устраивать Это просто невероятно Это потрясающие возможности для того Чтобы дополнять атмосферу какого-либо праздника Или, в принципе, повседневную атмосферу Разными невероятными светоэффектами Еще из интересных функций, которые мне здесь понравились Это явно не для светильников беседку А если вы используете эти лампы дома Это называется... Нет, не расписание Здесь есть режимы пробуждения или выключения Например, для пробуждения включается холодный свет Который солнечный, как солнечный А солнечный свет холодный И можно задать определенное время включения ламп в расписании Например, в 7.30 по будням Но я с мужем стою в разное время Поэтому нам это не подходит И это очень поможет вашему пробуждению Организм воспримет свет как сигнал к тому, что ему нужно проснуться И вам намного проще будет встать Как итог хочу сказать, что эти лампы позволяют создавать не просто атмосферу дома Много атмосфер, особенно если говорить о цветных, которые не просто теплые, холодные А уж если вы дизайнер, создаете светильники на заказ Или по собственным идеям Это открывает такой невероятный простор для творчества Потому что своими работами вы можете дополнительно удивлять ваших покупателей, ваших клиентов Таким образом можно делать светильники в подарок Даже если это какая-то основа из дерева, бетона или смолы Что мы с вами уже очень много раз видели Если вы берете лампочку, которая особой формы подключается к телефону И меняет свой свет Как подарок своими руками Эта вещь сразу приобретает даже не то чтобы тройной, а многойной вау-эффект Эту лампу мы повесим на даче в беседке И если вам в процессе моей работы казалось, что она весьма странно выглядит То поверьте мне, для беседки это прям то, что надо А кадры оттуда, я думаю, я покажу вам в видео о своих проектах Которые были у меня на канале Потому что очень часто у меня поступает вопрос, куда я все это деваю Как-нибудь я вам обязательно расскажу Надеюсь, это видео было для вас интересным и полезным Большое спасибо моим спонсорам за поддержку Я вас вот так вот люблю Я боюсь сильно резко двигаться, потому что у меня тут микрофон на ногах Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok